Ежегодно 12 мая отмечается Международный День Медицинских Сестер. Другими словами, сегодня необходимо поздравить и поблагодарить представителей одной из самых гуманных профессий. В Лабытнанской городской больнице работает 214 медицинских сестер и трое медбратьев. Все они заслуживают уважения и признания, ведь добросовестный труд каждого из них играет значительную роль в лечении больных. Героиня нашего праздничного сюжета Валентина Степановна Ущиповская. Своей профессии она посвятила четверть века. Ее историю расскажет Ирина Волокитина. Моя тетя медик, она участник войны была, ветеран. Она до 43-го года у нас была в партизанах как медработник, а с 43-го ушла на фронт как медработник. И вот она мне как-то всегда положительной стороны медицины. Просила сильно, хотела, чтобы я была как медработник, медсестрой. Она поступает, поступает, поступает. Вот я и пришла, поступила в медучилище. Учеба в Салихарде, производственная практика, красный диплом. Трудовая деятельность Валентины Ущиповской началась в Лабытнанской поликлинике. Работать с детьми непросто, говорит медсестра. К ним нужен особый подход. Все? Убаешься теперь? Конечно. За день в процедурном кабинете до 100 малышей бывает. Вот и супруги Тачидиновы. Сегодня на прививку пятимесячного Данила принесли. Все будет хорошо, уверена мама. Тачи к нам очень хорошо относятся. Всегда нам, говорит, полежать подольше после прививки, чтобы кровь остановилась. Лежите, лежите, сколько поплачете там. Очень хорошо. И прививочки всегда ножки натираем, готовим, успокаивает. Говорит, что надо делать после прививки, как сбивать температуру. Очень хорошо относятся. Впрочем, профессиональные навыки и знания Валентина Степановна часто применяют и вне процедурного кабинета. Зачастую уже после трудовых будней за медицинской помощью обращаются соседи. Без советов медика не обходятся родные и знакомые. Я даже и внуку. Дочка звонит, у меня не здесь живет. Она звонит и говорит, что мама, вот нам там дали прививочку какую-то там. Я спросил, какую прививку. Я говорю, Катюха, давай, дело нет. Я считаю, что прививаться в наше время надо делать из-за чего? Из-за того, что наши дети, мы на севере возим детей везде и по заграницам везде. Но если мы не будем делать и дети наши контактируют, мы что хочешь можем привезти. Здоровье детей – это самое важное, говорит Валентина Степановна, самое дорогое. На ее глазах выросло не одно поколение лабытнанцев. Невозможно сосчитать, сколько она сделала прививок, сколько провела осмотров за 25 лет своей деятельности. Ее ценят и уважают не только родители маленьких пациентов, но и коллеги. Сказать могу только очень хорошие, положительные, добрые слова в ее адрес. Никогда не пропустят, без внимания не оставят больных, и в том числе, как говорится, детей. Они очень требуют очень много внимания к себе. Очень чуткий, хороший друг, товарищ, надежный. А еще Валентине Степановне присущи терпеливость и выдержанность. Как, впрочем, и многим другим медицинским работникам. В детской поликлинике трудятся 34 медсестры. Эту гуманную профессию выбирают многие. Но остаются ей преданными не все окончившие медицинские училища и колледжи. Остаются только лучшие. Ирина Волокитина, Григорий Волков, программа «Время местное». Ирина Волков, программа «Время местное».